Давайте начинать наш семинар. Будем считать, что все, кто хотел принять участие, подключились. Напомню, обсуждаем мы сегодня работу с хранилищной конфигурацией. Пару слов о себе скажу. Меня зовут Камков Андрей Григорьевич. Я занимаюсь курсами по направлению программирования в системе 1С-предприятия. Я веду все авторизованные курсы по программированию в 1С+, некоторые авторские. Подробнее о курсах можете читать на сайте центра, либо по указанному здесь или на том же сайте телефона. А некоторые курсы будут упоминаться в сегодняшнем семинаре. Эта информация может быть полезна. О семинаре. Почему вообще этот семинар проводится? Тема полезна. Работа с хранилищем используется на практике. В наши курсы данная тема не попала, поэтому было решено сделать такой вот семинар. Семинар будет понятен всем, кто имеет хотя бы очень-очень базовое представление о процессе разработки. Знают, как запустить конфигуратор, добавить в какой-нибудь справочник или реквизитный. Вопрос короткий, много времени у нас это не займет, а нам предстоит обсудить, что такое хранилище конфигурации в целом, зачем это нужно и посмотреть пример. Стоит даже начать с примера, чтобы было понятно, зачем все это нужно. Начнем вот с чего. С создания информационной базы. Она нам определенно потребуется. Некая рабочая база. Создаю файловую базу, чистую для начала. Мне будет удобно в виде дерева в списке показывать конфигурации, так как у нас будет несколько баз. Поэтому начинаем с создания группы, ну скажем, хранилище. И первая база здесь, это рабочая база. В качестве рабочей базы предлагаю использовать базу, которая осталась от курса по основным объектам. Кто был на этом курсе, тем эта база знакома, очень простая база, но нам вполне достаточно. Итак, вот есть некая база. Секунду. Секунду, она загрузится. Открылась на другом экране. Она уже была использована, я сейчас выполню действие, на которое мы внимания не обращаем. Так вот, сейчас перед нами самая обычная база информационная. Набор справочников, документов. Есть уже какие-то там данные, с этими данными работают пользователи. Мы уже создали документы, справочники заполнили. И теперь, когда эта база используется в какой-то конкретной организации, организация завела штат разработчиков, которые будут заниматься поддержкой, доработкой этой системы. И этих разработчиков будет несколько. Мы на наших курсах всегда представляем себе, что есть мы и база, и пользователи и все, и других разработчиков вроде как и нет. Но иногда мы про них думаем, когда стараемся понятнее писать код. А сейчас мы подумаем о том, каково будет разным разработчикам параллельно работать с нашей базой. Сразу скажу, каким будет принцип работы. Для каждого разработчика мы создадим свою собственную базу, в которой он будет работать. И хранилище конфигурации это будет тот инструмент, с помощью которого будет выполняться синхронизация работы всех участников. Так что я пока закрою рабочую базу. И создаем пару других рабочих баз. Называться будет разработчик 1, разработчик 2. Вообще говоря, можно было скопировать. Разработчику будет удобно, если у него в его рабочей базе будет уже какое-то наполнение данных. Раз. Работчик 1. И разработчик 2. Добавляю их в список баз. Первая существующая база разработчика номер 1. А вторая разработчик номер 2. А вторая разработчик номер 2. Уже есть чем работать. Теперь вопрос лишь в том, как обеспечить взаимодействие. Общий принцип нарисую. Хранилище работает таким вот образом. Скажем, вот у нас рабочая база. Со своей конфигурацией. А есть какие-то там разработчики. Разработчик 1 со своей базой. И база разработчика 2. Чтобы мы имели возможность следить за работой этих разработчиков. Обеспечить комфортную совместную работу. Придумана вот эта штука. Хранилище конфигурации. Хранилище конфигурации. Можно себе представлять хранилище конфигурации как некую промежуточную конфигурацию, через которую будут передаваться изменения из баз разработчика в рабочую базу. Можно и в обратном порядке. В общем, хранилище конфигурации, по сути, объект, напоминающий конфигурацию. Такая структура, которая может хранить в себе конфигурацию, даже несколько конфигураций, если требуется ввести учет версии. Обычно это требуется. Давайте смотреть, как это происходит. Для начала, первое, что нужно сделать для работы с хранилищем, это создать вот это хранилище. Хранилище создать просто. Берем рабочую базу. Все действия связаны с хранилищем в меню конфигурация, хранилище конфигурации. Вот здесь. Действие так и называется. Создать хранилище. Хранилище работает в двух возможных вариантах реализации. Во-первых, это файловый вариант. Во-вторых, серверный вариант. Мы в этом семинаре обсуждаем вариант файловый. Потому что работу, настройку серверного варианта обсуждают в курсе по администрированию. Вот это не совсем наш вопрос. Итак, создам какой-нибудь каталог под названием «Хранилище». Выбираю. И сразу мне предлагают ввести пользователя администратора. С хранилищем работают обычно под какими-то пользователями. Вот пользователь администратора появился первый. После создания хранилища нас спрашивают, желаем ли мы сделать так, чтобы текущая база была связана с этим хранилищем. Мы говорим «Да». Появляется значок. О том, что это за значки мы поговорим. И можно так себе представить, что сейчас рабочая база связана вот с этим хранилищем конфигурации. Как это будет работать пока непонятно. Можно пока представлять как возможность обмена изменениями конфигурации. Можно догадаться, чтобы дальше у нас что-то получилось. Нам нужно первого разработчика базу подключить к хранилищу. И базу второго разработчика подключить к хранилищу. Этим займемся. Процесс довольно простой. Мы запускаем базу разработчик кабель в режиме конфигуратора. И там же в меню конфигурации хранилища находим подходящий пункт. Подключиться к хранилищу. Подключиться. Указываем каталог хранилища. Но нам нужно ввести пользователей пароль. А сейчас хранилище так настроено, что там есть только один пользователь-администратор. И вряд ли мы будем под пользователем администратора подключать первого разработчика. Короче говоря, сейчас мы не можем подключить разработчика, потому что для этого разработчика в хранилище не создан соответствующий пользователь. Я возвращаюсь к основной базе. Открываю меню хранилища конфигурации и нахожу здесь. Пункт администрирования хранилища. Довольно важное место. Здесь идет список пользователей. Как мы запланировали, с хранилищем будет работать пользователь по имени разработчик-1 и разработчик-2. Это настройки хранилища. Теперь можно любую информационную базу взять и связать с хранилищем с помощью под этими пользователями. У нас как раз есть такая база. Запускаем под разработчиком 1. Нажимаем конфигурация хранилища. Подкрутиться к хранилищу. Указываем путь к хранилищу. Пользователя мы теперь знаем разработчик-1. И пароль. Подключение выполнено. Установили связь. База первого разработчика и хранилища. То же самое я делаю сразу с базой второго разработчика. Подключаемся. Выбираем папку. Говорим, что работает здесь разработчик номер 2. Подключились. Что теперь нам все это дает? Давайте начнем с какой-нибудь простой задачки. Скажем, пока что центральная база у нас в работе участия не принимает. Работать будет разработчик номер 1. И разработчику номер 1 мы сейчас придумаем какую-то задачу. В чем отличие замечается теперь при запуске? Когда запускается конфигуратор, открывается окно соединения с хранилищем. Где нужно ввести пароль. Чтобы разработчик мог работать с хранилищем. И запускается. Вот такая будет первая задача для разработчика 1. В документе продажи товаров был замечен такой нюанс, что комментарий находится не в том месте, где хотелось бы. не под закладками с таблицами формы, а над. Его нужно переместить вниз. Что делать теперь разработчику АГИ? Во-первых, вот так взять и перетащить комментарий не может. Это первая особенность работы с хранилищем. Если кто-то из разработчиков желает выполнить какое-то действие с конфигурацией, он должен захватить для работы этот объект. Для того, чтобы другие разработчики не могли этот же объект параллельно редактировать. Действие выполняется примерно предельно просто. Форму документа выделяем, нажимаем захватить в хранилище. Видим, что мы сейчас захватываем форму документа. Захватить значит получить возможность отредактировать этот объект. И можно сразу написать комментарий. Что у нас здесь будет сделано? Изменено. Положение. Комментария в форме документа. Ок. Нам написали объект захвачен. И значок поменялся. Значок нам теперь показывает, что мы имеем возможность форму документа менять. Можно сразу посмотреть, что происходит у других разработчиков. Например, разработчик 2. Может ли он сейчас что-то сделать с продажей? Во-первых, он может попытаться захватить для работы форму документа. Но тут ему скажут, что нельзя. Потому что уже другие работают. При этом он сразу может видеть, кто работает, когда захвачен объект. И если ему очень уж нужно что-то сделать с формой, ему придется либо подойти к этому разработчику 1, либо обратиться к администратору хранилища. Давайте доведем дело до конца. Вот первый разработчик. Получил возможность менять форму. Воспользовался этим. Поставил комментарий куда надо. Теперь он выполняет завершающие действия. Он говорит поместить в хранилище. Выполняется помещение. Желательно подписывать комментарий. Тот комментарий, который мы ранее заготовили, вот по кнопке выбора можно выбрать. Нажимаем ОК. И вот эти самые изменения, которые мы сейчас внесли в форме, они сделаны были разработчиком 1, и они были переданы в хранилище конфигурации. Теперь что может происходить? Во-первых, разработчик 2 может получить эти изменения в свою копию. Ну и в рабочую базу тоже можно это передать. Давайте попробуем смотреть на разработчика 2. Где у нас тут? Это первый, вот второй. Второму разработчику стало известно, что работа с формой закончилась, он может выполнить ряд действий, например, конфигурация, хранилище. Есть действие обновить статусы, это просто поменяются значки, они станут соответствовать текущему положению дел. А можно выбрать действие обновить конфигурации с хранилища, и все, что сделали на текущий момент другие разработчики и поместили в хранилище, все это получит разработчик 2. Как он говорит, обновить, и вот изменения формы загрузились в его конфигурацию. Это уже показывает нам, как технические работы с хранилищем организовали. Хотя бы, надеюсь, смысл того, что у нас происходит, понятен. Следующая задачка, которую мы поставим на этот раз разработчику 2. В номенклатуру нужно добавить новый реквизит. Где разработчик 2? Работает не здесь. Вот он. Разработчик 2 отправляется к справочнику номенклатуры. Он может попытаться добавить реквизит. Ему это действие сейчас недоступно. Но он догадывается, что ему нужно захватить какой-то объект для редактирования. Можно сейчас догадаться, что этим объектом будет сам справочник номенклатуры. Можно захватить. Сам справочник. И написать пометку, что будет добавлен реквизит весовой. Ок. Захвачен справочник. Когда захвачен справочник, можно редактировать его реквизиты, менять существующие, добавлять новые. Формы заметьте самостоятельный объект. Если нужно изменить при этом форму, нам придется захватить форму отдельно. Но у нас задача добавить реквизит. Вот добавляем реквизит. Весовой. Типа булева. И вспоминаем, что нам теперь нужно сделать, если мы добавили реквизит. Чтобы пользователь его увидел, нам предстоит еще и форму отредактировать. Это значит, мы захватываем еще и форму. Она нам тоже нужна теперь. Тот же самый комментарий. Открываем форму. Открываем форму. Показываем здесь реквизит. Не важно где. И теперь, чтобы сохранить то, что мы сделали, нам нужно поместить в хранилище форму. И нам сразу предлагают поместить туда исправочник номенклатуры, что хорошо. Так вот, поместили. Разработчик дал, свое дело сделал. Ну и, кстати, пока эти изменения не попали в рабочую базу, в основную, пока они только в хранилище находятся, разработчик второй запускает свою копию. Естественно, он откроет справочник номенклатуры и посмотрим, как там с реквизитом появился или не появился. Видим, появился. Вот, чуть более сложная задачка. Теперь давайте еще усложнять задачи для работы с хранилищем. И разработчику один мы, скажем, создать новый справочник, называется регион. Что будет делать разработчик один? Ему опять что-то нужно захватывать в хранилище. Вопрос теперь, что захватывать? Если речь о создании справочника, то здесь логично посмотреть снова в хранилище и увидеть, что единственное, что мы сейчас можем попытаться сделать, это захватить конфигурацию основной объекта. Выполняем захват. Выполняем захват. Пишем заранее комментарий. Добавим справочник регионы. Регионы. Захват выполнен. Когда захватена конфигурация целиком, можно создавать новые объекты, справочники, документы и тому подобное. Создаем справочник. Регионы. Справочник. Регионы. 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 Настройку мы не предполагаем, но нам хотелось бы в какую-то подсистему его включить. Скажем, отделу закупок он наверняка потребуется, а у нас не получается. И тут мы понимаем, что мы не можем справочник регионы включить подсистему по той причине, что у нас нет возможности редактировать подсистему. Ведь то, что настраивается на этой закладке, фактически связано с настройкой самих подсистем. И поэтому, что мы делаем теперь? Мы отправляемся к подсистему, находим подсистему закупки справочники и говорим захватить ее в хранилище. Это все про регионы. Захватили, поставили пометку. Ну и теперь можно сделать вот что. Основные объекты нажать поместить в хранилище. И все, что мы сделали, помещается в хранилище. Ну, кроме подсистемы. Подсистему отдельно. Так, вот таким образом работа ведется. Тем временем, пока разработчик второго у нас идет без дела, мы решили сказать ему вот что. Если разработчик один создал новый справочник, то разработчику два нужно в документах добавить реквизит в регион и показать его форму. Ну, делаться будет аналогично, но здесь есть особенность. Особенность в том, что здесь нужно будет редактировать уже не один объект, а несколько. Документ, вступление в продажу, чтобы добавить реквизиты. И нужно будет захватить еще форму каждого документа. А бывает такое, что вам нужно захватить значительно большее количество объекта. Здесь нам на помощь придет окошко под названием «Хранилище». Все в том же меню. Идея окошко такая. Показывают все объекты конфигурации, их текущее состояние и множество полезных действий с ними нужно сделать. Ну, в частности, мы сейчас найдем здесь документы поступления и продажи и их формы. Выделим все, что нам нужно. И захватим в хранилище все вместе за одну операцию. При масштабных работах с хранилищем сильно экономит время. У нас сейчас происходит добавление реквизитов. Захватили все, что нам нужно. Мы можем выполнять работу. Добавляю реквизит. Где же справочник? А почему я не вижу справочник в списке типов справочника региона? Ведь добавили же только что справочник. Добавил справочник разработчик номер один и поместил его в хранилище. То есть регионы есть в конфигурации базы разработчика. А эти регионы. В хранилище есть справочник региона. И все. У разработчика два в конфигурации, в его рабочий базе их регионов нет. Их нужно получить. И в такой ситуации, когда он знает, что справочник есть, но он его не видит, он естественно нажмет конфигурация, хранилище, обновить конфигурацию с хранилища и получит справочник региона. Вот так. И мы получаем тип справочник, ссылка региона. Реквизит добавляется в оба документа и в формах будет он показан. Форма первая, форма вторая. Вот мы переработали несколько объектов. Как нам теперь все это вместе в хранилище поместить? Естественно, точно так же, как мы и захватываем. Нажимаем хранилище, хранилище. А здесь можно открыть список, отказаться от отображения в виде дерева и сказать. Отбор по всем захваченным объектам. Мы можем много-много чего в процессе работы, если мы выполняем какие-то сложные доработки, захватить много разных объектов. И чтобы все это вместе поместить, можно воспользоваться вот этим. Окошком хранилища конфигурации. Договорим поместить. Добавим реквизит региона. Готово. Теперь давайте вот что сделаем. Мы в хранилище что-то там надрабатывали. И администратор хранилища решил, что пора какие-то изменения перенести в рабочую базу. На этом случае он запустит рабочую базу, которая у нас хранилище также подключена. Ну, тут какие варианты действий есть. Начать стоит конечно с действия сравнить, объединить конфигурацию с хранилищем. Чтобы хотя бы видеть, что там вообще у нас произошло. Что разработчики сделали и стоит ли эти изменения вообще говоря принимать. Дальше вариантов два. Либо захватить нужные объекты и нажать выполнить. Либо, если здесь все очевидно для администратора, он согласен загрузить все эти изменения, он может нажать конфигурацию хранилища, обновить конфигурацию из хранилища. Вот, изменена рабочая, теперь после обновления конфигурации BD изменения вступят в серию. Вот мы полный цикл посмотрели. Так это обычно происходит. Или как-то очень похоже. Теперь такой пример. Вот администратор хранилища подумал-подумал и решил, Внесу-ка я еще вот такую доработку, скажем. Справочник региона неплохо бы включить в состав типов, планов, видов, характеристик, видов, свойственников, которые. Неважно зачем бы, почему так решил администратор решил. Он захватил хранилище. Справочник региона включен в состав типов и так далее. Открыл, открыл тип значения характеристик, поставил галочку, поместил в хранилище. Ну а потом администратор передумал или не администратор, кто-то помог ему передумать. Ну, в общем, было принято решение о том, что вот эти последние изменения, они не актуальны. А здесь начинается другая особенность хранилища конфигурации. Особенность важная. Особенность в том, что хранилище это не одна какая-то статичная конфигурация, а хранилище хранит историю. И вот здесь в меню хранилища конфигурации открывается история хранилища, окошко в котором список тех изменений, которые мы производили. С нашими комментариями, которые мы писали, со списками объектов, которые участвовали в этих изменениях. И что мы можем сейчас уже сделать, это сказать, что вот этот шестой номер. Учет версии мы не ведем, надо было бы нам не ведем. Вот к этому моменту нам нужно вернуться. То, что сделал администратор, для нас не актуально. Выделяем нужную строчку и делаем. Откатить до версии. Говорят, что мы удалили. Мы с этим соглашаемся и вот готов. Что еще полезного можно сделать в окошке истории хранилища? Ну, здесь есть возможность сокращать хранилище. Если у нас разработка ведется долго-долго-долго, вы можете взять какой-то пункт и сказать, что историю до этого момента можно не хранить. Сократить до версии. И полезен весьма отбор здесь. Если вам нужно проследить, кто когда что делал с каким-то документом, то без проблем отмечаете справочник номенклатура, к примеру. И все, что с ним связано. Задаем отбор и видим, что вот единственное изменение, это разработчик 2 что-то делал со справочником из формы. А именно добавлял реквизит. Вот эта особенность уже, кстати, может быть полезна и не обязательно при групповой разработке, и при индивидуальной, если важном, общей ответственности. Вот и все, что вам нужно знать для работы с хранилищем. По крайней мере для того, чтобы начать работу. Субтитры сделал DimaTorzok